В 2003 году на мотор-шоу в Женеве японская Мазда представила концепт под названием Мазда МХ Спортив. По задумке этот концепт должен был стать спортивным автомобилем гольф-класса. В том же самом 2003 году на японском рынке появился автомобиль, который пришел на смену Мазда Фамилия, также известный под экспортными названиями как Мазда 323 или Мазда Протеже. Здравствуйте, уважаемые! Сегодня мы узнаем, верна ли традициям и своей первоначальной задумке Мазда 3. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дизайн КОДО, душа движения, характерная маздовская внешность. Мазда говорит, что они постарались передать в каждой детали седана энергетику движения. Присмотритесь, и вы увидите, что в рельефных линиях кузова отражается спортивная динамика, присущая характеру этого автомобиля, говорят они. Ну и как уже заведено у Мазда, гепард, динамика, стремительность и воплощение мечты каждого водителя. Спорить, я думаю, не будем. Хотя я бы не стал утверждать, что машину, кроме как стремительной, больше никак и не назовешь. Я ее назову просто в меру приятной и наследственно маздовской. Я бы ее с удовольствием назвал стремительной, но не могу. Но об этом чуть позже. Интерьер автомобиля хороший. Не такой красочный, как у топовой шестерки или CX-5, но на то она и более младшая модель. Главный дизайнер Мазда Кодзи Табата заверяет, что водитель, садясь в автомобиль, должен сразу ощутить его качество. И по этой причине отношение к исполнению интерьера у маздовских конструкторов особенное. Каждая деталь выполнена с внимательностью древних японских мастеров, изготавливавших мечи. Не резиновые, а те, которыми убивают друг друга. Не порезаться бы мне здесь о амбиции японских конструкторов. С точки зрения эргономики и пространства на переднем ряду сидений все в порядке. Руль регулируется по вылету и по высоте. Переднее сидение с вяло выраженной боковой поддержкой регулируется продольно, по высоте и по углу наклона спинки. Все органы управления привычные, находятся на своих местах, до всего дотягиваешься, пользоваться всем привычно и удобно. Никаких претензий. По качеству материалов отделки интерьера у меня претензий нет. Здесь мягкий такой приятный пластик, здесь он потверже, здесь он совсем твердый. Под матовый хром, как это называют в Мазда вставочки. Кожа на руле приятная, на подлокотнике не кожа, просто приятный мягкий пластик. Вот здесь на подлокотнике двери что-то вроде кожезаменителя. Такая вставочка в двери с светлой тряпочкой, похожей на ту, которая обит из сидения. В общем, не рейндж-ровер, конечно, но для класса очень даже не дурно. На сайте Мазда утверждается, что кресла созданы с учетом всех анатомических особенностей человека. Ну и тут у меня возникает два варианта. Либо слукавили, либо я не человек. Очень опечален я тем, что вчера, проведя в машине почти три часа, я вышел с очень неприятной тяжестью в плечах. Матрешка, которую я тестирую в комплектации Exclusive. И здесь, кроме цветного 7-дюймового тач-экрана головного устройства, снабженного системой MSD Connect, есть еще камера заднего вида с датчиками парковки, CD-MP3 проигрыватель, круиз-контроль, датчики света и дождя и подогрев руля. А вот очешником обделили. Как так? Мазда 3 красная. За рулем красавица. Вдруг солнце. Солнцезащитные очки. Куда девать? В бардачок. На заднем ряду сидений место не вагон, но это, в общем-то, ожидаемо. Я даже бы сказал, что в C-классе вообще нет автомобилей, где баскетболист легко разляжется за баскетболистом. Высоким людям никогда не стоит упускать из виду мудрость, в тесноте да не в обиде. Ну, а компактные люди насладятся мягким профилем переднего кресла, подлокотником с подстаканниками, не очень комфортным, но вполне сносным наклоном спинки, где присутствует подголовник, отсутствием воздуховодов и подогрева заднего дивана, и, в общем-то, достаточно интимной близостью потолка. По ширине места здесь вполне достаточно, но трое человек все-таки не усядутся. Дело в том, что присутствует достаточно высокий центральный тоннель. Сидеть здесь можно, это C-класс. Зато в багажнике места, как и обещано, много – 408 литров. Это уже не просто местечко для пакетов из магазина, а полноценное багажное отделение, куда вполне влезут пара средних чемоданов. В движение нашу матрешку приводит бензиновый полуторалитровый двигатель Skyactiv, мощностью 120 лошадиных сил, а еще Mazda 3 может носить под капотом бензиновый 1.6, мощностью 104 лошадиных сил. Привод для всех машин только передний, коробка только шестиступенчатая автоматика. Режим Sport. Настало время поговорить о стремительной динамике Mazda 3. Но тут не дать не взять ракета. 12 секунд до 100 км в час. Обгоняя грузовик где-нибудь на трассе, можно ненароком пробить ногой дырку в полу. Причем на ваше продавливание зоны кикдауна, педали акселератора, даже в спортивном режиме, автомобиль реагирует бешеным ревом, но неуверенным набором скорости. Те, кто ездил на трешках МПС, ну просто разрыдаются. В общем, это автомобиль для рассудительных леди, которым некуда спешить. Зато управляемость отменная. Наш автомобиль немного валкий из-за высокопрофильной зимней резины, но даже на ней машина очень послушно следует за рулем. В конструкции задних подвесок Мазда не используются подпружиненные балки. Всегда ставится многорычажка, и это очень положительно сказывается на управляемости. А еще на Мазду 3 в комплектации Exclusive устанавливают новую систему управления тягой в поворотах G-Vectoring. Настройки подвески гражданские. Крены кузова в поворотах весьма ощутимые, но и на полуасфальтированные местами российские специфичные покрытия подвеска реагирует, в общем-то, как полагается. В общем, компромисс между комфортом и хорошей управляемостью Маздой был найден. Ну и расход, в общем-то, очень даже неплох. У меня получилось где-то порядка 7 литров на 100 километров в смешанном цикле. Но вы знаете, я думаю, если ездить на 2-литровом двигателе так же спокойно, как ездит эта машина, а 2-литровые двигатели устанавливаются на Мазда 3 в Европе, то расход будет, наверное, таким же. Ценника на данный автомобиль всего 3. 1 миллион 181 тысяча рублей за Мазду 3 в комплектации Active Plus с 1.6 бензиновым двигателем на 104 лошадиные силы. 1 миллион 261 тысяча рублей за Active Plus с 1.5 Sky Active двигателем на 120 лошадей. И 1 миллион 356 тысяч рублей за комплектацию Exclusive, вот такую, как у нас, все тем же 1.5 двигателем. Цена, на мой взгляд, не особо гуманная. За 1 миллион 300 тысяч у той же самой Мазды можно заказать стартовую Мазду 6. Пространство в ней гораздо больше. Выглядит она куда солидней. А самое главное, она будет на 2-литровом двигателе мощностью 150 лошадиных сил, который едет куда ободрее. Финально получается, что Мазда 3 красивая, в меру комфортная, отлично управляемая и очень медленная. Это обидно. Как я сказал в самом начале, первое поколение концептуально было задумано как спортивный автомобиль гольф-класса. И первое и второе поколения имели МПС-версии, которые были очень бодрыми, хоть и частенько ломались. На европейском рынке третье поколение Мазды 3 можно купить с бензиновым двигателем объемом 2 литра мощностью 165 лошадиных сил. И можно купить автомобиль с дизельным двигателем. Почему российских фанатов лишили мощности и крутящего момента, оставив на нашем рынке только версию для девочек? Этот вопрос повиснет в воздухе до тех пор, пока не закончится этот долбанный кризис. Ну, а для девочек, для девочек этот автомобиль прекрасен. Дорого, конечно, но, девочки, как вы знаете, красота требует жертв. Если вам недостаточно информации о автомобиле Мазда 3, разверните описание, которое находится под этим видео. И найдите там ссылку на подробный тест-драйв этого автомобиля на Cars Guru. Ну, а я желаю вам всего хорошего и рекомендую подписаться на этот канал, где я буду стараться рассказывать вам о новых автомобилях каждый понедельник и среду. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok